добрый день уважаемые трейдеры сегодня у нас 13 декабря пятница пятница 13 поздравляю всех с окончанием торговой недели и представляю вашему вниманию небольшой обзор рынка но ближе к отработке торговых оде которых я давал и собственно какие-то планы на уже следующую неделю потому что сегодня пятница и занимать какие-то длинные долгосрочные позиции и переносить их на выходные дело очень опасно так давайте переключимся к к нашему графикам первое что важно вчера у нас были новости да это выступление кристин лагард на пресс-конференции ецб и не очень активная был еврик в это время но такая смешанная реакция была рынка то есть кристин лагард не дала пробоя экстремума который мы с вами ждали на 1180 вот это произошло ночью на наглашение предварительных результатов парламентских выборов в великобритании как вы помните я рекомендовал покупать да этот инструмент на обновление октябрьских экстремумов и это давал и в печатной аналитики и но видео аналитики и все кто на меня подписан узнает мой метод торговли все заработали денег еще от 6 декабря то есть у нас на самом деле по конструкции была очень простая нисходящая тенденция ложный пробой лайов сложного пробоя импульс откат первая сделка волна а б б падает снимает площадку и дальше покупки потихонечку до обновления площадки по концу октября это в принципе стандартная идея они очень легко читаются в том числе и на дневках вот давайте даже кинем простенький шаблончик на самом деле рекомендую на свои идеи проверять на дневках и здесь вот именно по дневкам был очень простая модель структура abc соотношение в риск прибыль вполне вполне то есть импульс откат замедление и трешка по хаям октября месяца поздравляю те кто воспользовался этой идеей я думаю таких идей будет еще много следите за моими обзорами и будете зарабатывать вместе с нами следующий инструмент это был золото золото вот мне даже остался план с вчерашнего дня я рекомендовал также покупать до обновления non farm of и до обновления 4 декабря по хаям вот так и произошло именно с той точки с которой я сказал но не всегда так конечно точно получается вот но в принципе метод охота за стопами очень здорово работает главное вовремя определить не только сами площадки но им и и инициативу в их сторону вот до ночью там золото он спадал а кто не знает кстати скажу падение собственно укрепление американского доллара произошло на фоне подписания уже первого этапа отмены пошлин да и переговорщики сша там китая договорились уменьшить объем пошлин там наполовину вот ну я имею ввиду что американский американцы снижает пошлины на половину суммы до которая там 360 миллиардов по моему которые эта сумма падает на китайские товары на китайцы обязываются закупать определенные неизвестно еще никому количество сельскохозяйственных продукции сельскохозяйственной и ну начинают бороться с пиратством и так далее ну то есть какие-то договоренности есть и на этой на этом фоне там и сын пил нас в космосе и доллар укрепился ну как минимум золоте мы видим очень мощная балована так а сам сами выборы собственно вновь в золоте вот видите это небольшое движение основное было вот здесь это не крестин лагард это пошлины и то есть уже идут хорошую договоренность собственно в золоте что можно посмотреть и на что можно ориентироваться значит первым делом это в принципе взять вот эту инициативу которая произошла у нас вчера на пошлинах в первую волну сейчас откат и как минимум попытаться взять третью волну вниз вот это можно делать в принципе уже сейчас вот но надо понимать где у вас риски будет ограничено даже если вы зайдете один к одному принципе это будет нормальным трендом но учитывайте да что сегодня пятница и ну скорее всего американцы будет отыгрывать вчерашние новости вот эти в ту же сторону и лучше это делать кажется американской сессии я думаю там пара часов до нее осталось можете потерпеть либо заходить по текущим ценам с понятными рисками объективно понимая что-то третье возрождение третьей волны от первой от пошлины так но фунт у нас улетел в космос да на самом деле его не трогаю немножко пощупал его в шорт потому что она на мой взгляд такой ценник на британца уже фактически там три с половиной было ночью откуда я продавал он не объективные то есть я понимаю как бы позитив там инвесторов там и так далее но фундаментальных факторов на рост и я не вижу то есть экономика мягко говоря не фонтан данные ну по всему спектру ни о чем на самом деле и такая радость это просто эмоции я думаю что с большой вероятностью это движение будет снята но поглощено и но я хотел показать кое-что по вчерашнему дню я вчера британцы продавал вот но вот именно вот в эту площадку вот которую британец набил по 6 и 11 декабря и вчера ее пробили ложным пробоем и ушли наверх вот такие конструкции очень рабочие рекомендую их использовать и вы будете всегда с деньгами так 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 ну что я думаю по фунту он должен откатить хотя бы наполовину если он пойдет на обновление я рекомендую его подшарчивать потому что ну представьте себя допустим покупателям сейчас фунта да вот вы видите что фунт например там с можно сказать там с августа месяца прошел уже 15 тысяч пунктов вы его быть дальше покупать и насколько это будет рентабельно я сомневаюсь он улетел ночью на 4000 пунктов это очень много и на таких а ях и точно делать не буду на что мы обновили март месяц я думаю здесь будет уже фиксации сегодня пятница и все кто стоял в лангах допустим с на торговке ноября на этих а ях с удовольствием заберут деньги пойдут их тратить на новогодние подарки поэтому он именно на фоне фиксации будет нормально все я имею ввиду у продавцов вот но покупателям я конечно не завидую сейчас так следующие инструменты которые нас интересуют еще так канадец стрелец канадец стрелец канадец да чуть-чуть не дошел до площадки по хаям которые обозначал это экстремом сентября и октября я думаю он еще даже мед принципе все австралийцы сейчас в плюсах скажем так вот и это это будет интересно единственный инструмент который вчера не пошел да я его покажу я рекомендовал продавать доллар иену и она не пошла именно на вот этих твитах трампа и собственно уже какими-то фактическими договоренностями доллар укрепился относительно и на довольно сильно вот и вчера был убыток по этой сделке в принципе относительно в рамках там 20 пунктов стейком 40 ну отступила ничего страшного по дневкам но я считаю что вот эта площадка которая осталась на 108 400 она она свое отработает надо просто следить за ней видите вот эта площадочка она 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 никуда не делась то есть те деньги которые здесь остались рынок к ним придет надо просто дождаться нужно где-то выше будет хороший сигнал носу открывается больше потенциал и мы заработаем больше денег поэтому я не вижу никаких проблем с этим инструментом единственное что не торгуете его просто так торгуйте относительно сигналов которые там дает ну даю либо я либо ваша торговая стратегия так каких-то торговых рекомендаций на удерживание длинных позиций там в долгих и они на выходные не буду давать в принципе что профит по золоту профит по евро довольно таки существенный там больше тысячи пунктов и минус по иене я считаю что это нормальный результат по последним сделкам я не рекомендую трейдить каждый день выбирайте самые лучшие стопы и пользуйтесь теми которым которую вы понимаете в которой вы верите принципе на этом у меня все с вами был аналитик компании инста форекс шевченко андрей и до встречи на следующей неделе всем хороших выходных и пока